Почему я-то разрушила семью? То есть, если брак распался, то виновата женщина, да? Вот у нас получилось так, что мы поженились, и через несколько месяцев я узнаю, что я беременна. И когда родился ребёнок, мой бывший муж был не готов к тому, что сейчас придётся работать, обеспечивать семью, прекратить свои гулянки, бухалово, курево и тому подобное. Но вы даже сейчас тут скажете, что виновата я, что я выбрала такого мужика. Но это было его решение уйти из семьи ради своих друзей, ради своей свободы, ради своего отдыха. То, извините, тут я не виновата, я не могу заставить человека жить так, как он не хочет. Я своей вины тут не вижу в том, что я разрушила семью. Не я принимаю такие решения. Только вот у меня был ролик на тему того, что женщина решает всё сама, а потом мужчина несёт за это всю ответственность. И, пожалуйста, как под заказ. Да, именно в этом случае, вот, пожалуйста, наглядный пример того, что женщина сама решает. Лигуана с ним в постели решила забеременеть, решила родить и так далее. Ну, а то, что ожидания её не оправдались, это, простите, чья проблема, чья вина. Нужно же было думать головой. Если ты видишь, что молодой парень, он ещё горячий, ему ещё хочется погулять. Зачем ты вот это всё устраиваешь? Я понимаю. Она думала, что я сейчас забеременею, и он станет вдруг домашним, он станет семейным. Он пойдёт устроиться на двух работах и будет меня обеспечивать вместе с ребёнком, и всё будет окей. Но не всегда всё в жизни так бывает. Зачем вы быстро так беременеть? Я не могу понять. Поживите, поживите несколько лет, вот реально, ни год, ни два, ни три, пять, семь, десять лет. Может быть, может быть и поможет это, а может быть и нет.